Нашумевшее дело о банде Василия Федоровича сегодня начали рассматривать в Екатеринбурге. Юриста-блогера и тренера по рукопашному ножевому бою, а также 8 его подельников, обвиняют в убийствах, покушениях, грабежах и изнасиловании. Они открыто назвали себя националистами, но следствие уверено, их интересовала не идеология, а деньги. Почему те, кто признался в настоящих зверствах, могут избежать пожизненного срока, выясняла Ирина Шудько. Я испытываю огромные трудности общения с Федоровичем Василием Сергеевичем. Любой подход к нему начинается со скандала. Подсудимого Федоровича охраняют даже от его адвоката. Блогера, которого обвиняют в убийствах, грабежах, похищениях и издевательствах, держат в отдельной клетке. Он активно сотрудничает со следствием, что вряд ли нравится его подельникам. По материалам дела, эта банда за 6 лет с особой жестокостью расправилась с 14 жертвами. Большинство забивали до смерти кастетами и молотками. Порой даже просто так. Согласно материалам дела, основная часть преступления носила корыстный характер. Но в то же время ряд убийств были совершены по национальному признаку. Два убийства были совершены из хулиганских побуждений, то есть абсолютно беспричинно. И в частности, один из вопиющих эпизодов, когда для вступления в данную преступную группу новому участнику было поставлено условие, что он должен убить любого абсолютно постороннего человека. Журналистов и знакомых подсудимых в зал не пускают. За процессом они следят по телевизору. Все потому, что двое подсудимых находятся под государственной защитой. В том числе боевая подруга Федоровича Елена Сухих. Всего же в банде было 10 человек, но на этом заседании двух не хватает. Один в федеральном розыске, другого, утверждает следствие, убили два года назад. Свои же. Так подельников наказывали за проступки. Но были и другие правила. В целях конспирации участникам банды присваивали специальные псевдонимы и прозвища. Ими использовали соответствующие телефоны, зарегистрированные на третьих лиц. При совершении преступления использовали шапки маски с прорезями для глаз, для невозможности опознания потерпевшим участников банды в дальнейшем. Стали поддержания физической формы, проводили занятия спортом. Зачитывая обвинительное заключение, прокурор даже слегка охрипло. Ведь в этом уголовном деле 107 томов. Лидер по предъявленным обвинениям – главарь банды Василий Федорович. Правда, объяснить, зачем он калечил и убивал людей, да еще и описывал это в своем блоге, подсудимый не может. Я считаю, что он просто попал в такие обстоятельства, что он сам не может объяснить себе то, что он делал. И сейчас он такой растерянный или у него есть какая-то позиция? Нет, позиции пока нет. Все эти преступления тянут на пожизненное заключение. Однако Федорович, в прошлом опытный юрист, подстраховался. Он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Поэтому максимального наказания ему по закону дать не могут. Впрочем, решение за судьей. Ирина Шусько, Владимир Середа, Новости 41-го канала. Новости 41-го канала.